Всем привет! Это прямая трансляция со дня рождения Человека-паука. Оставайтесь с нами, будет весело. Я уже здесь. Дайте пройти к моему мужу. Минутку тишины. С днём рождения тебя! Что? Человек-паук? Разойдитесь! Где пульс? О, нет! Я думаю, что ему плохо. Алло, скорая? Срочно приезжайте. Посмотрим. Здесь у нас всё плохо. Доктор Дрейк Раморес, скажите, он будет жить? Сейчас проверим. Не хватает энергии. О, нет. Что же делать? Доктор, что происходит? Дефибриллятору не хватает заряда. Я ничего не могу сделать. А что нужно? Нужно 50 тысяч лайков. 50 тысяч? Эй, ребята, пожалуйста, помогите набрать 50 тысяч лайков этому видео, чтобы наш паучук выжил. Ну, что там? Лайки приходят, но очень медленно. Не мешайте пациенту. На выход. Паучук. Выздоравливай, паучук. Мы тебя любим. Дэди Лонг Лэкса не проведёшь. Э? Что? Я с этим разберусь. Ха-ха. Балерина. Прошу прощения, не тот костюм. Детектив Лонг Лэкс раскроет это преступление. Вы все под подозрением. Кто из вас отравил паучка? Я знаю. Это сделал один из вас. И я выведу преступника на чистую воду. Кстати, ребята, помогите мне с версиями. Как вы думаете, кто отравил Человека-паука? Напишите в комментариях. Это Пичу, Флэшка, Скибиди или Хаги? Мне нужно пополнить свою энергию. О, кусочек сладкого тортика мне не повредит. Сладкое помогает успокоиться. Нет. В чём дело? Нельзя есть улики. А это улика номер один. Подождите. У меня озарение. Если торт отравлен, то на месте преступления должна остаться ещё одна улика. А вот и она. Баллончик с отравой для пауков. Единственный в своём роде. А на нём — шерсть убийцы. Следствие выявило, что преступник ты хамил. Шерстяной и синий. Прямиком на скамью подсудимых. Именем закона и этого парика суд просит предоставить доказательства. Без проблем. Вот как всё было. Тогда каучок начал бить пиньяту. Этот шерстяной подозреваемый куда-то скрылся. Сначала я не придал этому значение. Но он пробрался на кухню и отравил торт. Виновен! Стоп! Ауч! Это было больно. Мне тоже есть что сказать. Ну, говори. У меня есть алиби. Да, я вышел на кухню. Но не для того, чтобы отравить торт. Посмотрите запись с камеры видеонаблюдения. Я очень проголодался. И вышел на кухню, чтобы подкрепиться. И шерсть моя упала. Ведь каждый год после Хэллоуина наступает сезон Линьки Хаги-Ваги. Хорошо. Не виновен. Наконец-то! Я так вам и говорил. Бедный паучок. Если убийца среди нас, то вдруг я окажусь следующей. Ага. Это ты, Пичу. Вперед, катись на скамью подсудимых. Пичу! Такая маленькая. И уже убийца. Я не виновна. Детектив, расскажи свою версию. С удовольствием, господин судья. Это малышка. Очень любит конфеты. А дело было так. Паучок разбил свою пиньяту. Из нее посыпались конфеты. Пичу не смогла устоять. Я победил пиньяту. Идем праздновать. И тогда Пичу осталась со сладостями наедине. Она ела и ела, пока не заметила, что вкусняшки для паука были очень специфическими. Фу, это муси. Ха-ха, это сладости не для тебя. Такие нежные плаксы едят обычные конфеты. Никто не смеет насмехаться над Пичу. Пичу затаила обиду. И в разгар праздника, когда все пели с днем рождения, она коварно ударила паука током так сильно, что он не смог больше праздновать. Серьезно? У меня есть алиби, господин судья. Когда погас свет, я даже не двигалась с места. Это четко видно на видео. Все ясно, безголовый детектив. Видите, господин судья? Что ж, невиновна. Можешь идти. С удовольствием. Подписчики, представляете, я чуть не начала вести прямой эфир из тюрьмы. Кто же это может быть? Так, так, так. Скибиди туалет прячет что-то подозрительное под своим ободком. Что это? Ага, костюм Человека-паука. Это самая настоящая улика, приятель. Это безобразие. О, нет. Туалет улечен. Флешка потеряла сознание. На скамью подсудимых. Это недоразумение. Я не виновен. Наш подозреваемый Скибиди унитаз. Можно побыстрее. Виновен. Отнюдь. Все было не так. Позвольте мне объяснить. Я всегда мечтал стать супергероем Спайдерди унитазом. Если бы меня только укусил радиоактивный паук, я бы спасал всех девушек в беде. Помогите! Моя сумочка! Ты! Познай мою суперсилу! Ура! Вау! Спайдерди унитаз! Ты мой герой! Хм... 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 Что? Так я мечтал быть героем. И вот, я сижу на скамейке. Все такой же обычный унитаз. Но вот, появился паук. Хм... Усай, давай! Хм... Хм... Хватит! Усами чую, ты лжешь. Ты хотел убить Человека-паука. Я не верю, что ты выкормил паука в унитазе. Да, это полная несуразица. А зря! Я вызываю свидетеля! Что? Там паук! Этому городу нужен новый герой. Скипите унитаз! Хм... Ну что ж... Вот и разобрались. Пока детектив. Это все очень странно. Но унитаз невиновен. 50 тысяч лайков. Есть! Разряд! Живой! Спасибо, доктор. А кто же меня убил? Одним пациентом меньше. Кто же у нас остался? Ты? Я? Вы что, с ума сошли? Я его любила. Поговорим в суде. Это не я. Это они. Стоять! Как вы могли подумать, что это я? Что я пропустил? Ты? Милый, ты живой? Как ты могла? Я тебе доверял, а ты меня отравила. Что-то здесь не сходится. Если он тут, то где тогда? Молчать! Преступник он! Паук? Я? Да, и ты не паук. Пятно? Что это значит? Сидеть! Рассказывай, как все было. Бежать бесполезно. Говори, куда ты делал человека-паука. Ну ладно, расскажу так и быть. Я пришел к пауку домой. Кто там? Приветик. Но он был не очень рад меня видеть. Бедняжка. Ну ты и тяжелый. Сколько мук ты съел? А, точно, в портал. Потом я выбрал костюмчик по размеру. И забрал все его подарки. Эй, все ясно. А где настоящий Человек-паук? Вон там, в диване. Это точно виновен. Виновен. Фух, вот и паук. Но кто отравил торт? Действительно. Я? Нет, это не я точно. Одну минутку. Надо снять отпечатки пальцев с баллончика отравы. Я сравню эти отпечатки и найду преступника. А вы все свободны. Покиньте место преступления. На выход. Ага, это она. Маме Лонг Лекс, это ты отравила паука. Да, это сделала я. Потому что меня никто не пригласил на праздник. Все обо мне забыли. Да как можно было, как можно было не пригласить маме на праздник? Кстати, дорогой, ты не забыл? Уже настал твой день рождения. А вас мы не приглашаем. Маме, маме. С днем рождения, Дэнли. Ненавижу дни рождения. Но хоть индейку попробую. Руки прочь. Это для гостей. Святая Поппи, я забыла про жвачковый лимонад. Сейчас вернусь. Она такая нервная. Зато наконец-то можно съесть индейку. Держи свои длинные руки при себе. О, а вот и гости. Гости, гости, притащили свои кости. О, Хаги. Приветик, мой мохнатый друг. Как жизнь, бро? Не виделись сто лет. При... Ладно. Проходи на кухню, братишка. А, ну и ты тоже проходи. Присаживайтесь, дорогие гости. Но стул всего один. Держи подарок. Это мне? Вау, что же там? Мама Лонг Лекс Мия. Это жвачный шар. В нем слеплены жвачки с каждого уголка нашего города. Подожди. Вот теперь точно с каждого уголка. Держи мой подарок, Дэдди. Тебе тоже понравится. Ага, спасибо. С днем рождения, Дэдди. День рождения? А я без подарка. Так вот, такой шар был у меня в колледже. Ты видел цены на жвачки? Подвинься. Стань, Бан-Бан. Это мое место. С днем рождения, Дэдди. О, какой огромный подарок. Что там? Это золотое яйцо. Вау, это лучший подарок на свете. Поставлю его на самое почетное место. Что там за... О, Дэдди. Я просто хотел позвать тебя за стол. Идем скорее. Ну что ж, друзья. Время пожевать. Всем свежей жвачки. Жням-жнямка. Угощайся, Апила. Нет, спасибо. У меня своя диета. Что? А она в курсе, откуда эти жареные ножки? Ну ладно, всем приятного аппетита. Хаги, ты видел последний матч по Хаги-болу? Упс. Прошу прощения. Тост за мое долгонугое здоровье. Ура! С днем рождения меня! С днем рождения! Друзья, я на секундочку. Звонок по работе, надо ответить. Ой, жвачка пошла не туда. Мне плохо. Тебе туда. Мне холодно. Пойду наброшу шубку. Ты уже в шубке? Все разошлись? Я один? А, не важно. Сам съем всю жвачку. А? Что случилось? Яйцо! Что произошло? Ты в порядке? Живот заболел. Яйцо! Его украли! Кто это сделал? Это она! Нет, он! Стоп! Я раскрою это дело. Иначе я не был бы лучшим детективом Поппи Плейтайм. Я выясню, кто из вас украл мое дорогое золотое яйцо. Но для начала я закрою двери, чтобы никто не сбежал. Ребята, а вы запомнили код от двери? Пожалуйста, напишите его в комментариях. Не подглядывай в мои записи. Кыш! Это ты украл яйцо, Хаги. Признавайся. Я вижу это по твоим глазам. Что? Спокойно, Апила. Присядь. До тебя еще дойдет очередь. Итак, вы все подозреваемые. Но у кого же был мотив и возможность украть мое драгоценное яйцо? Апила? Бан-бан? Хаги-ваги? Ребята, а вы как думаете, кто совершил эту кражу века? Помогите мне найти вора и напишите свой вариант в комментариях. А мы начнем с тебя, Хаги. Проверим тебя на детекторе лжи. И ты расскажешь мне всю правду. Ну что, побеседуем, Хаги-ваги. Признавайся, это ты украл туалетную бумагу? Нет. Ложь. Ладно, забирай ее обратно. Ха-ха. Я так и знал. Следующий вопрос. Это ты прогрыз домашние тапочки. Я? Нет. Ложь. Ха-ха. А теперь главный вопрос. Это ты украл золотое яйцо? Я? Нет, нет, не я. Ты говоришь правду. Проклятье. Но детектив Дэдди так просто не сдастся. Где ты был ровно в 15.05? Признавайся. Святая Кисси-Мисси. Идем, Дэдди, я тебе кое-что покажу. Смотри, у тебя есть камера наблюдения. И ты можешь сам посмотреть, что я делал в 15.05. Я разговаривал по телефону. Железное алиби. Итак, я точно знаю одно. Кто-то из присутствующих в этой комнате украл мое золотое яйцо и не признается. Но как же понять, кто это сделал? А, точно. Есть самый действенный способ. Эни, Бенни, Рики, Таки, Эус, Беус, Краснобеус, Бан. Бан-бан. Ты украл мое яйцо. Нет, это был не я. Все указывает на то, что это был ты. Нет. Хватит опила. Пусть его заклюет правосудие, а не ты. Итак, все было так. Мы праздновали мой день рождения. И в тот самый момент... С днем рождения, Дэдди! С днем рождения, Дэдди! Так, так, так. Часы провели 15.05, и Хаги пошел говорить по телефону. Ты притворился, что тебе плохо, и воспользовавшись нашей добротой и заботой, вышел из комнаты. Так и запишем. Проследим за тобой дальше. Ты не ожидал столкнуться с Хаги. Но все же прошел в комнату. И тут, наконец-то, ты показал свое злодейство. Ты схватил яйцо и спрятал его в подушку. Конечно. Куда же еще? Идеальное преступление. Фух, не подглядывай, Дэдди. Вот все и выяснилось. Это было просто. Итак, яйцо украл Бан-Бан и спрятал его в подушке. Виновен по всем пунктам. Что? Нет. Хватит лгать, сеньор Помидор. Ты виновен, и я это докажу. Вот главная улика. В этой подушке Бан-Бан спрятал яйцо. Что за подстава? Здесь пусто. Ладно, я где-то просчитался. Если это не Бан-Бан и не Хаги-Ваги, то остается только один подозреваемый. И это опила. Что? Нет. Зачем мне красть свое собственное яйцо? Все просто. Ответ в этой папке. Ты, моя птичка, застраховала это золотое яйцо на миллион долларов. И вот твой коварный план. Самой выкрасть яйцо, получить компенсацию и стать самой богатой птицей на свете. Так что это была ты, птичка. Стоп, пернаты, не ссорьтесь. Итак, вот как все было. Мы, как и прежде, праздновали мой день рождения. Ровно в 15.05 Хаги вышел поговорить по телефону. Затем Бан-Бан вышел поговорить со своим желудком. И вот ты, опила, решила сделать вид, что замерзла и тебе срочно нужно одеться. Ну да, конечно. Я слежу за тобой, Дэдди. В прихожей ты быстро накинула пальто, но зачем же ты побежала в гостиную? А вот и ответ. Ты под прикрытием леопарда, чтобы тебя никто не узнал, помчалась воровать яйцо. Бинго! Ты хотела стать первой в истории птицей на миллион. О, наивная птичка. Ты уже летала от счастья. Друзья, если вы хотите перехитрить Дэдди Лонг Лэкс, придумайте что-нибудь поумнее. Дело почти раскрыто. Это была ты, опила. Все сходится. Нет, это была не я. Леопардовая улика. Осталось только найти яйцо. И оно прямо в тумбочке. Нет. Ой, прямо в чемодане. Тоже нет. Тогда яйцо прямо в рюкзаке. Что? Как найти богатого цыпленка? Отдай сюда. Это личное. Ладно, версия с опилой тоже отпадает. Что же я упустил? Кто тогда украл яйцо? Ответ где-то на поверхности. Давайте подумаем все вместе. Яйцо же не могло уйти само по себе. Хватит, сколько можно. Это не я. И не ты. Нам всем пора домой. Встаем и уходим, друзья. Секундочку. А что это за... Слишком много совпадений. Стоп! Все вернитесь. В нашем деле новый подозреваемый. И это Кисси Мисси. Кисси Мисси? А она тут при чем? Ага. Отличный вопрос. Она тут. Прямо внутри Хаги-Ваги. Далеко не убежишь, крошка. Твоя маскировка смыта, Кисси Мисси. Я подозревал это с самого начала. Что? Никому нельзя верить. О нет. Меня рассекретили. Гениальный детектив Дэдди Лонглэкс расскажет, как все было. Кисси Мисси захотела себе золотое яйцо. И они составили план вместе с Хаги-Ваги. Кисси перекрасилась в синий цвет. Потом она дала сигнал Хаги-Ваги по телефону, что все готово и можно начинать преступление. Пока синяя Кисси Мисси якобы говорила по телефону, настоящий Хаги-Ваги проник в гостиную и украл яйцо. Гениальный план, Кисси. Но все же он не такой гениальный, как я. А в подтверждение моих слов, вот и настоящий Хаги-Ваги. Приветики. Не может быть. Теперь ты уже ничего не украдешь. Я принесла жвачканат. Вовремя. Спасибо. А где же все гости? Все уже разошлись. Это долгая история. А это что? Это мои подарочки. Есть одна идея. Погнали, Дэдди. Я устал. Может, потом... Давай, не спорь. Будет весело. Можно мне покемона? Одну минутку. Никому не двигаться. Это ограбление. Всем руки вверх. Вы кто? Он что, нас не узнает? Дурацкие маски. Так, понять нет. Отдавай сюда этого покемона. Приветик. Здесь нужна пушка побольше. А ну, полезай в мой покесос. Нет, нет, нет. Пожалуйста, я не хочу. Полезай немедленно. Я кому сказала? Хотя, если это видео наберет 50 тысяч лайков, то я тебя не трону. О, нет. Ребята, пожалуйста, помогите мне. Поставьте этому видео 50 тысяч лайков скорее. Печу. Наша. А я заберу все эти покеболы. Ах-ха-ха. Ничего не оставлю. О, нет. Полиция. Дорогая, не волнуйся. У меня есть план. Дети, идите сюда. Не бойтесь, мы ничего вам не сделаем. Хотите коктейльчик, Лонглэк? Держите и пейте скорее. Вот так. О, какая прелесть. Ха-ха-ха-ха-ха. Магия превращения сработала. Полиция, никому не двигаться. Кто ограбил магазин? Они, Лонглэксы. Это не мы. Это взрослые. И кому верить? Так, все, шутки в сторону. Вы задержаны и пойдете со мной. Ха-ха-ха. Работает безотказно. Давай скорее, мамни. Займемся готовкой. Мешаем всех покемонов и сварим. Покезелье. Займемся магией. Сварим-сварим покеболы. Есть у нас один проект. Чтобы получить в итоге... Потрясающий эффект. Покебол. Еще один. Остыть зелью не дадим. Заклинание века убийственное для человека. И варить. И варить. Покепунш. Не забудь добавить секрет. Жвачку, которую жуем сто лет. И варить. Покепунш. 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 О, вот и он. Скорее открывай, посмотрим, что получилось. Приветик, наш покемонстер. А это что за покемон? Пичу. Синисейдж. Геодут. Зубат. И даже вонючка. Вайлд Плум. А вместе все это мой тюпичоу. Постойте. А где это я? Это твой новый дом. А мы твои мама и папа. А где мой добряк-продавец? Нам с ним было так весело. Вы не мои родители. Чувствуй себя как дома. Ведь ты все равно никуда не сбежишь. Я хочу к своему продавцу. Мы твоя семья. Вот лучше попробуй успокаивающую жвачку. О, да. Моментальный отупляющий эффект. Мы ее обожаем. Вот так жуй хорошенько и слушай внимательно. Теперь мы твои родители. Теперь мы твои родители. Теперь вы мои родители. Все уяснила? Вот и прекрасно. А теперь посмотрим наше любимое шоу. Короткорукие имеют талант. Моя бедняжка Пичу. Точно, я кое-что вспомнил. Мои старые покемоны. Наконец-то вы мне пригодились. Приветик. Вы хорошо сохранились. Идем. Упс, я случайно. Дэдди, посмотри, кто там. Пичу, сиди здесь. Здесь кто-то был. Инсинерор, задай им жару. О, а это что еще за спичка на ножках? Ладно, давай сразимся, огонек. Катись. Что? И это все? Я даже не вспотел. О, ну вот. Посмотри, на кого ты похож. Сгоришь на работе. Класс. Поджарю зефирки. А что? Удобненько. Ну все, пора тушить этот костер. Заело. А ладно, и так сойдет. Алло. Алло, внучек? Бабушка Лонглэкс. Какое горе. Дедушки Лонглэкс больше нет с нами. Он умер. Что? Как умер? Оу. Что там? Я скоро вернусь. Никуда не уходи. Зубат, ты знаешь, что делать? Что здесь произошло? Зря ты залез на мою кухню. Ты вообще кто? Я Зубат. Зубат. Фу, парень. У тебя воняет изо рта. Фу, действительно. Может, хоть жвачку пожуешь? Да, спасибо. Жвачка – это сила. Ну все, можем продолжать. Ну все, а ты меня вынудил распустить руки. Хватит. Ой, одну минутку. Я проверю духовку. Подвинься, мышь. Что? Ну ладно. Я быстро. Только вытащу противень. Смотри, уже все готово. Но тут же ничего нет. Как ничего? Тут нокаут. Это нокаут готовился для тебя, мами. Отдохни от кулинарии. Пичу, это я. Привет. Побежали домой. У нас мало времени. Нет. Теперь они мои родители. Пичу. Мью, уговори ее. О нет, Мью. Ты была моим самым сильным покемоном. Что же теперь нас ждет? Теперь вас ждет покесос. Эй, Огонек. Давай, гори домой. И ты, кошка. Эй, а тебя чего не засасывает? Ты что за элитный покемон? Или моя техника снова барахлит? Дэдди, руки длинные, а мозги короткие. Просто выгоним этого человеческого из дома. Пока-пока. И не возвращайся. Молодец, мами. Пичу, за мной. Отдай сюда пушку. У нас еще много работы. Доставай покебола, Дэдди. Будем готовить новый покепунш. Что вы делаете? Сейчас узнаешь. Давай в покебол, малышка. Ах, 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 превосходно. Готово. Ох, горячо. Аккуратно. Что у нас получилось? О, прекрасно. Наш мультипечок стал еще сильнее. Присаживайся. Вот сюда, детка. Время выпить чашечку жвач-эспрессо. Я могу пить его целый день. Отвалите. Нам уже пора. Куда нам бежать? Спрячемся. Где эти жвачкануты? Думаете, я вас не найду? О, да. Она нас нашла. И что ты так смотришь? Эй, ты чего? Не надо. Поняла. Я убегу сама. Беги, мами. Беги. Мами, закрой дверь. Скорее прячемся. Вставай, Дэдди. Она уже идет. Вот сюда, за лампу. Тут нас не видно. Она идет. Она идет. Где они? Спрятались в картине? Как банально. Она нас раскусила. А ну, влезайте оттуда. Мы не твои родители. Бежим. Фу, какая безвкусица. Надо спасти печу, пока не поздно. Ауч, горячем. Я иду, печу. Ауч. Ауч. Я уже слишком стар, чтобы так скакать. Печу, посмотри сюда. Я вызываю тебя, Геодуд. Сработало. А ну, все покемоны, возвращайтесь обратно в свои покеболы. Печу. Печу, ты вернулась. Я так скучал по тебе. Ну все, нам пора в магазин. А этих чокнутых оставим здесь. Сами вы чокнутые. Лучше закроем дверь, чтобы они не вернулись. Как мне надоели эти покемоны и продавцы покемонов.